В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! В этом году сотрудники производственных служб уголовно-исполнительной системы празднуют свое 120-летие. Об этой работе нам расскажет заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Владислав Алексеевич Бондаренко. Здравствуйте! Юлия, здравствуйте! Ну вот, за более чем вековую историю производственное направление претерпело значительные изменения и продолжает развиваться. Появляются новые виды продукции, заказчики, запускаются цеха и трудоустраивается все большее количество осужденных. Вот такие данные у меня приведены. Владислав Алексеевич, так что же сегодня собой представляет производственная служба ГУФСИН? Ну, производственная служба ГУФСИН, как вы отметили, за век много что наработала. Наработала она, как и взаимодействие с силовыми структурами, также взаимодействие и понимание с администрацией края, на местах с муниципалитетом. Но это не самое главное. А на сегодняшний день есть швейные направления, есть металлообработка, деревообработка, огромные цеха, что нам досталось в наследие Советского Союза. Поэтому мы это осваиваем, работаем, набираем обороты. В этом году у нас уже порядка 420 миллионов, но выпускаем мы продукцию разную. Если в свое время мы были сфокусированы на определенном направлении, то сейчас мы вышли на рынок, выпускаем более 500 разных видов продукции. Начинается эта продукция очень интересная. И когда-то мы некоторые продукции выпускаем на своих площадях, на своих производствах. Это более простая. В основном это для внутрисистемного потребления, это форма, одежда. Хочется, конечно, выпускать и обшивать, как у нас показали правильные проведенные аукционы, которые мы выиграли, это одежда для судей. Хочется выпускать и для силовой, также силовой структуры, выйти на те же объемы. Но я думаю, это перспектива. На сегодняшний день мы начинаем выпускать именно от сувенирной продукции, которая всем нравится. И понимание, если уголовная исполнительная система, это значит сувенирная продукция. Да, она имеет свое место, но небольшое. На сегодняшний день мы для развития данного направления и увеличения выпуска объема начали закупать уже ЧПУ станки. Они позволяют нам необработанные выпускать уже детали, которые уже наши осуждены. Для меня это рабочие, потому что я отношусь к ним как к рабочим, потому что так и должно быть. Для меня это именно рабочие по определенным специальностям. И они уже дорабатывают прекрасную вот эту сувенирную продукцию, выпускают, и мы радуемся и потом смотрим. Также есть у нас, которые, наши выпускники, которые окончили наше ПТУ, у нас на сегодняшний день 14 именно обучающих мест. И это 4 ПТУ и остальные филиалы. Так где-то есть обучающие места. Поэтому мы наших подопечных обучаем, даем им специальность. По этой специальности в дальнейшем они трудятся у нас. И очень приятно, когда они выходят уже с полученной специальностью именно и занимаются любимым своим делом. Они начинают пакостить. Это самое главное. Это вот наша цель и задача – ресоциализация. Чтобы кто оступился, исправился, понял это и уже оказывал помощь обществу. А много таких людей, кто действительно, получив определенную специальность, работая, пока он находится в местах не столь отдаленных, выходя уже на свободу, продолжает заниматься этой деятельностью. Дело в том, что так как у нас, мы живем в Приморье, в городе Лозове, в Стоке, в Находке, в Славянске, у нас все здесь более-менее связано с рыбопереработкой. Очень приятно, когда наши рабочие руки очень нужны на рыбоперерабатывающих направлениях. Когда их берут туда, это моторика определенная. Каждый проходит обучение, начинаются определенные виды разделки рыбы. И чем больше и дольше он работает, тем у него, соответственно, повышается квалификация. После освобождения он уже может идти на суда работать рыбопереработчиком. И дело в том, что в наших данных ресурсах именно люди заинтересованы, предприниматели, а также директора рыбопереработчиков. Потому что это люди, которые стремятся, умеют и могут это уже делать, и показывают прекрасные результаты. Ну, вот это направление самое интересное. Но еще интересно в том, что на прием по личным вопросам ко мне обратился с очень интересным предложением наш бывший представитель. Я говорю, что вам надо? Вы на прием обращаетесь? Нет. Я хотел вам сказать спасибо. Я говорю, за что? Для меня это было удивительно, потому что много лет такого в нашей системе неблагодарный труд. Мало когда такое услышишь. У нас, оказывается, под нашим воздействием, мы, говорят, меня заставили обучиться, я не хотел. Но он получил специально сварщика. Прошел обучение. Прекрасно наш ЖКХ краевое дало нам прекрасный заказ. Раздельные баки таково. Он получил там прекрасную стажировочку. Мы выпустили несколько лет, их выпускаем уже. Он освобождается по прекрасному поведению, уходит и трудоустраивается именно по специальности сварщика. Мне говорят, теперь достойная зарплата более 100 тысяч рублей. Вот это, я считаю, и есть то направление, к чему вы должны стремиться. Человеку помогли, оказали помощь. В некоторых местах мы сами помогаем трудоустраиваться. А тут сам человек нашел и выявил желание сказать, что так, как я делаю, так и надо делать всем. Он молодец. Мы с ним, я думаю, еще мы встретимся, сделаем определенный ролик, может, даже с вашей помощью, и будем это уже распространять. Потому что это интересно. Человек идет от души. Когда человек идет от души, искренне, это очень хорошо. Ну, смотрите, производственная вот эта вся история, она насчитывает уже... Она длится давно, более вековая, да, история. То есть, соответственно, к труду вот к такому человека приучают уже длительное время. Если окунуться в историю, как все начиналось, может быть, знаете, с чего все начиналось и для чего главное? Ну, обычно наша система, она всегда выстраивалась и устанавливалась в советское время. Именно здесь, в основном, это развитие в советское время началось там, где необходимо было либо стройки, либо какие-то заводы строились. Поэтому начиналось это, с меня память не изменяет, это Волчинец. Там у нас прекрасный завод кирпичный. Ну, по свечению обстоятельств и экономике у нас он уже стоит уже третий год. Это выпуск кирпича, на котором именно часть Владивостока построена, большой камень построен. Находка построена из нашего кирпича. Ну, такой специфический, красивый, красный. Разрез у нас есть. Мы также, у нас есть там еще и запасы глины остались. Мы ждем, когда придет все-таки кто-то с инвестициями. Ну, это уже надо запускать новую линию, потому что она должна быть экономически выгодная. И, соответственно, еще направлением было у нас здесь ремонт судов и снасти. Поэтому у нас, если 22-я колония, она занималась ремонтом снасти и выпуском кирпича, то 27-я колония была сделана для того, чтобы там проводили ремонт. Именно если откунуться, то с 1931 по 1951 год они осуществляли единственный ремонт. После этого в 1951 году, в тех годах, был организован Охоткинский судоремонтный завод. И наши заказы были отданы ему. Соответственно, много лет мы работали с этим заводом. Я надеюсь, мы еще поработаем. Потому что понимание есть, станки у нас такие же. Раньше были и наши подопечные, которые выполняли эти заказы. Но можно к этому всегда вернуться, начать и продолжать работать. А каковы итоги работы за 2022 год? Итоги работы еще мы не подвели. Мы только начали уже проводить прогнозы. Но они всегда радуют. В этом году мы порядка, я думаю, окажем услуг и выпустим продукции более чем на 420 миллионов. Это разные виды изделия. Но в этом году мы добились той цели, которой шли три года. Нам в этом году губернатор выделил именно комбайн и трактор для уборки наших имеющихся сельхозземель. Потому что у нас земли есть. Мы должны обеспечить сами себя и не только, но и муниципалитет. Для того, чтобы уменьшить стоимость продовольствия и, соответственно, себя обеспечить. Мы шли к этому три года и добились, и получили из рук именно данное направление. Ему это самое такое интересное. Что когда чувствуешь, когда к тебе повернулись, когда тебе сказали, пожалуйста, возьмите, работайте еще лучше. Это очень всегда приятно. Поэтому Николаевич Кожемяка нам много уделяет внимания. Мы стараемся его отрабатывать. Когда идешь по Володьевостоку, можно заметить, да и по Приморью, можно заметить достаточно большое количество всяких малых архитектурных форм. Какой вклад сюда внес Луфсин и внесли? Дело в том, что мы стараемся не афишировать. Мы работаем, если с муниципалами напрямую, значит мы изделия готовы, поставляем или иногда работаем на услугах. Большинство изделий по Володьевостоку – это наши лавочки, урны стоят. По другим городам у нас есть целые спортивные площадки. В основном это Спаск-Дальний, город Артем и город Володьевосток. Почему-то в других регионах меньше это идет. Но иногда приятно, когда город-находка к нам обращается и выполняет уже наши колонии, которые находятся недалеко от города Володьевостока, в заводском, выполняют их заказы. А начиналось все интересно. Мы им подарили маленький шкаф для книг. И он был красиво сделан в своем архитектурном направлении. И к ним же надо все равно еще и скамейки. Соответственно, обратились к нам, и скамейки мы сделали им. То же самое направление было еще сделано также. Такой же подарок мы сделали читальный шкаф и городу Артему. И также потом в парке полностью под этот же стиль мы поставили именно наши лавочки и урны. Это дело в том, что маленький был подарок президенту городу. Это приятно дарить. И приятно, когда на тот подарок делают тебе заказы. Да, действительно приятно. Это шкаф для буккроссинга, насколько я поняла, чтобы люди обменивались книгами. Вообще, мне кажется, это такое клише. Когда думаешь, что что-то произведено руками осужденных, ты почему-то рисуешь в своей голове какие-то витиеватые такие формы и все остальное. Когда видишь настоящие лавочки, которые сделаны при помощи ГУФСИН, это современные абсолютно лавочки, которые стоят на улицах города. Это современные урны. То есть я так понимаю, что вы не стоите на месте, как-то и дизайнерские решения какие-то разрабатываются, и заказы выполняются на уровне. Дело в том, что мы в этом году на 15 практически миллионов закупили нового оборудования. Именно только металлообработки. Это у нас именно для холодной ковки, оборудования обрабатывающие, для резания металла соответственно. Поэтому мы двигаемся, вы правильно заметили, мы закупаем, в этом году закупили даже ЧПУ по металлорезке. Поэтому у нас будет увеличиться, я думаю, спектр, и будет еще красивее наше изделие. Ну, действительно, они выглядят достойно. То есть так, как будто я сходила куда-то к дизайнеру, обратилась, и мне изготовили. В этом году у нас на площади нашей, в городе Владивостоке центральной, лежал наш тигр. Дети любили около него фотографироваться. Я надеюсь, город обратит внимание, и наши тигры будут приобретаться, либо предприниматели администрации, и эти большие фигуры будут выставляться. А какие производства имеют наибольшие перспективы на вашей базе? Ну, дело в том, что мы можем производить, если сами что-то не получается, мы приглашаем предпринимателей. А предприниматели ставят своих специалистов, свое оборудование, и мы можем выпускать всевозможную простую продукцию. Сложную это, конечно, нежелательно, потому что у нас все-таки рабочие специальности рабочие. В основном в этом году у нас идет более-менее это швейное направление. У нас четыре швейных больших предприятия, также есть помогательных порядка трех предприятий, которые готовы выпускать любые виды заказов и изделий. На сегодняшний день пока мы работаем только в одну смену, а готовы работать в две смены. Если понадобится, мы можем отработать и в три смены. У нас на сегодняшний день свободных трудовых ресурсов 2700 человек, свободных площадей у нас более чем достаточно, порядка 2000 площадей, где есть электроэнергия, здания, сооружения, тепло, все есть. Есть еще где необходимо произвести ремонт. Это еще 4500 площадей. Поэтому ждем всех, не только заказы, но и предпринимателей. Для предпринимателей мы создадим все условия, чтобы было удобно и комфортно с нами работать. При необходимости мы можем пересмотреть свой план обучения и обучить той специальности, которая будет необходима. В этом году мы выпустили порядка 2400 человек, и этим людям мы дали новые специальности. Мы обучаем по 27 специальностям. Поэтому, если будет предложение, мы можем ввести обучение 28 специальностей, 29 и 30, если это не будет необходимо. А какие это в специальности? Это у нас сварщики двух направлений, это у нас швейники. Тоже несколько направлений, потому что швейники мы понимаем, что это просто надо шить. Нет, надо еще, чтобы были раскрощики, мастера швейного направления. Также мы выпускаем большое количество кочегаров. Но это основное из наших направлений. У нас очень мало кто это выпускает. Металлообработка у нас полностью идет, поэтому это станочники идут, всевозможные. А также у нас есть овощеводы. На сегодняшний день животноводы. Мы от животноводов отходим, конечно, но обучение у нас еще пока осталось. Овощеводы у нас есть. Мы в осужденных учим выращивать огурец и помидор. Также и картофель, свеклу и морковь. И все это идет потом на рынке Приморья? Ну, мы уже второй год стоим на рынке. Нас приглашает Министерство сельского хозяйства. Мы участвовали в этом году не только в ярмарке, все выпущено в Приморье, в городе Владивостоке, но и приняли второй раз участие уже в Дне поля. На Дне поля нам дали впервые большое направление. Мы заняли самую центральную позицию. Это было приятно. Но мы и вкладываем много у нас, и обрабатывается 2000 гектаров полей. Мы производим разные виды продукции. Поэтому стараемся отрабатывать. Вот еще какой интересный вопрос. Сейчас для нужд СВО отшивается большое количество продукции, выпускается чего-то. Как-то гусин в этом задействован? Ну, желание у нас огромное. Мы даже отшили всевозможные, какие необходимы были образцы. Заказов пока нет. Заказов на сегодняшний день нет по одной простой причине. Мы находимся на сегодняшний день очень удалено. Заказами завалена вся центральная Россия. В Сибирь мы туда выезжали, в Новосибирск. Там у нас наши такие же предприятия работают в две, некоторые в три смены уже. Там заказы есть. А у нас на сегодняшний день все-таки удаленка. Она очень сильно влияет на стоимость именно доставки. Стоимость у нас одинаковая, специалисты одинаковые. Но стоимость и логистика, она все-таки влияет. Ну, конечно, да. Если придут, мы, конечно, готовы выпускать все, что будет потребоваться. А что вы можете предложить бизнесу? Ну, вот так вот, по большому счету, чтобы организовать сотрудничество. Мы с... Ну, что? Сначала, я думаю, надо подписать соглашение с моим бизнесом. А также мой бизнес, мы с нами начали с ними работать. Нас пригласили впервые. Это бизнес от сердца. Очень понравилось. В точке зрения понравилось, чтобы впервые был спикером. Посмотрел, попытался. Тоже поотвечать на вопросы задавали. Рассказать. Чтобы бизнес к нам пошел. Ну, я думаю, для бизнеса самое главное – это... Что мы можем дать? Рабочих, которые у нас не пьют и всегда выходят на работу. А также мы можем дать те площади, на которых может быть установлено оборудование. Это самое преемственное. И потому, что у нас уже нет аренды. Потому, что у нас ограничено это направление. И, конечно, мы охраняем бесплатно все имущества наших бизнесменов. Поэтому мы готовы сработать на любых условиях, на любых возможностях с бизнесом. А с общественными организациями как складываются взаимоотношения? Ну, с общественными организациями мы работаем в той части, что нам они оказывают безвозмездно. Участие в ярмарках, выставках. Они нам оказывают помощь. Мы свой товар выставляем, соответственно, выставляется, демонстрируем. Но так как мы учреждение казенное, мы не можем за себя заплатить. И нам это выдаётся на безвозмездное. Всё на фоне того, что что-то мы сделали для них. А что мы можем для них сделать? Мы сделаем маленькие, мы можем сувениры, подарки. Поэтому они нам оказывают в этом помощи бесплатно, предоставляют место для выставок. Какие задачи перед собой ставите? Какие цели на ближайшие годы? Задача у нас одна. Чтобы все полностью 100% трудились. Чтобы этого достичь, надо совместно работать вместе и с администрацией края, и с бизнесом, и, соответственно, и самим. Это должно быть вместе создано, сделано. И если у нас 100% будет трудоустроено, наши подопечные получат образование, получат, соответственно, стаж работы, закрепят свои знания и будут уже трудиться на благо нашей Родины, на благо нашего края. Это будет очень приятно. Ну и последний вопрос тогда. Что пожелаете своим коллегам к профессиональному празднику? Ну, что можно сейчас пожелать? Удачи, здоровья. Главное – здоровье. Удача профессиональная, она производственная, она у кого есть, у кого нет. Я присоединяюсь к вашим словам целиком и полностью. Спасибо огромное. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о производственных службах уголовной исполнительной системы. В гостях у нас был заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Владислав Алексеевич Бондаренко. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин